Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня 26 апреля 2020 года. 34 года назад на Чернобыльской атомной электростанции случилась авария, последствия которой в цифрах оценить очень сложно. На сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь отмечено, что после катастрофы на ЧАЭС на 136,5 тысячах квадратных километрах, а это 66% территории Беларуси, уровень загрязнения почвы Цезием-137 превышал 10 бакерелей или 0,3 кюри на квадратный километр. Вряд ли эти данные понятны рядовому белорусу. Но поскольку нам все же предстоит оперировать этими терминами, небольшая справка. Что же означают эти физические единицы? Зона последующего отселения. Территория с плотностью загрязнения почвы радионуклидомицезия-137 в пределах от 15 до 40 кюри. Вряд ли французские ученые могли в свое время представить, что эти единицы будут определять судьбы сотен тысяч людей. Мы, чтобы не путаться в терминологии, будем использовать данные в кюри. Цифра 0,3 кюри на 1 квадратный километр – это средний показатель уровня загрязнения почвы Цезием-137 в пересчете на всю территорию страны. Как отмечено на том же сайте МЧС Беларуси, загрязнения носят весьма неравномерный, пятнистый характер. Отдельные пятна достигают значения в тысячи кюри на квадратный километр. Органы государственной статистики, начиная с 1996 года, публикуют официальные данные о количестве населенных пунктов, которые находятся на зараженных территориях, и числе людей, которые в этих населенных пунктах проживают. Если взять 1996 год за точку отсчета, получается, что на территории Гомельской области более 80% населения проживало в зоне радиоактивного загрязнения. А это более 1 258 000 человек. При этом из 2 671 населенного пункта радиационному загрязнению подверглись почти 60%. Согласно закону Республики Беларусь о правовом режиме территории, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, эти населенные пункты распределены по трем зонам в зависимости от уровня радиационного загрязнения. Зона последующего отселения. Территория с плотностью загрязнения почвы радионуклидомицезия-137 в пределах от 15 до 40 кюри. Такое название – зона последующего отселения – вызвано тем, что законом предусмотрены еще две зоны – эвакуации и первоочередного отселения. К ним относятся территории с гораздо более высокими уровнями загрязнения. К 1996 году эти зоны сохраняли лишь юридический статус. Население там фактически отсутствовало. Считается, что проживание человека во всех трех зонах опасно для его жизнедеятельности. Если брать именно отселение с 1986 года, то у нас было как бы две волны отселения. Первое – после 1986 года катастрофа началась в СКС. Порядка 24 тысяч населения было отселено. И около 110 населенных пунктов прекратили свое существование. Значит, это были три населенных пункта. Это Брагин, Хойник и Наровля. На территории их сейчас образован уже Полесский радиационно-экологический заповедник. Уже по второй волне у нас было отселено порядка еще 110 тысяч населений. Прекратили свое существование. Если быть точным, то 295 населенных пунктов. Есть еще одна территория, на которой проживают пострадавшие товари на Чернобыльской АЭС. Это зона с правом на отселение. Так называется территория с плотностью загрязнения почвы радионуклидами от 5 до 15 кюри на квадратный километр. Здесь проживание теоретически возможно, но при условии соблюдения необходимых мер предосторожности. Третья зона – зона с периодическим радиационным контролем. Это территория с плотностью загрязнения радионуклидами Цезия-137 от 1 до 5 кюри на квадратный километр. Годовая доза облучения здесь считается безопасной для проживания и жизнедеятельности человека. У нас проходит раз в 5 лет, значит, выходит постановление Совета Министров, которое регламентирует зонирование территорий. Соответственно, проходит уже обследование. Мы рассматриваем, какое у нас зонирование, сколько у нас плотность загрязнения населенных пунктов. И, соответственно, меняется их зонирование. От этого идет и льготы, и компенсации, и так далее, и мероприятия, которые у нас заложены в нашей государственной программе. Поэтому в зависимости от степени, скажем так, очищения земли, то есть меньше плотность загрязнения по Цезию, соответственно, меняется их зональность по этим населенным пунктам. Если рассматривать статистику на настоящий момент, то ситуация значительно изменилась. Прежде всего сократилось общее количество населенных пунктов, которые входят в число пострадавших от радиационного загрязнения. Если в 1996 году в нашей области их было 1535, то в настоящее время их количество сократилось и составляет 1386. При этом сегодня в Гомельской области на территориях пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС проживает менее 60% жителей региона. На территориях, где по-прежнему необходимо отселять людей, остается 7 населенных пунктов, в которых проживает чуть меньше полторы тысячи человек. Безусловно, эти 7 населенных пунктов у нас находятся в зоне последующего отселения, то, соответственно, людям в свое время предлагалась возможность отселения с этих территорий. Те люди, которые остались, это было их решение. Безусловно, это люди не брошенные. Населенные пункты получают в полном объеме социальные льготы, пенсии. И, безусловно, они получают медицинское обслуживание, проходят оздоровление. Если это детки, например, идет бесплатное питание в школах для наших школьников. То есть весь комплекс тех мероприятий, которые заложены в нашей госпрограмме, эти населенные пункты получают. Также люди, которые работают в трудоспособном возрасте, они работают в основном на производственных предприятиях тех районов, в которых находятся эти населенные пункты. В последних статистических отчетах появилась еще одна строчка. Количество населенных пунктов на пострадавших территориях, где люди не проживают. На сегодняшний день у нас их 65. Это были «Цифры и факты» с Натальей Волынец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова